В этой жизни все очень просто Либо у вас есть Мерседес, либо его нет У меня нет Но Мерседес это была всегда моя мечта Все остальное это был компромисс Там Тойоты, Форды и прочие машины Мерседес это все-таки крутизна Да Ну вот скажите, чем реально я могу вас удивить? Вот ну ничем Я себе такую машину позволить купить не могу Поэтому все что я скажу Оно будет звучать как-то наигранно, фальшиво Сейчас только разберусь Мне никто не поверит Потому что это будет думать реклама Или я может быть клянчу у Мерседеса их автомобиль Это не так Я хочу такую машину Поэтому вчера, когда я обдумывал Чем же вас удивить Я просто хотел показать Две вещи, которые меня реально поразили Во-первых Это вспомогательная система парковки Которая изначально вызвала у меня паническое желание Надеть на голову шапочку из фольги Полное ощущение того, что за тобой сверху следят То ли с помощью дрона, то ли из космоса Просто посмотрите на левую сторону дисплея И сами все поймете Разумеется, при этом компьютерные мозги Как обычно рисуют возможные траектории движения И тихо пищат многочисленные датчики по кругу Кажется, еще пара поколений выпуска этой серии И Мерседес вообще полностью отберет у человека Как минимум функцию парковки Во-вторых Вот это световая проекция логотипа При снятии сигнализации в темное время суток Я не понимаю, зачем она нужна Но выглядит охрененно круто А вальяжное загорание световых приборов При снятии сигнализации Ну а как вам подсветка салона Которую можно менять Целых три цвета Нет? Не удивляет? Как по-настоящему протестировать машину? Ну только дальней дороги Другого пути никакого не бывает Я подумал, что, наверное, это самый лучший способ Проверить машину в боевых условиях Трассой И плюс проселочными дорогами Комфортно Шесть часов Ну, с учетом пробок Было просто прекрасно Вообще, надо сказать, что Воспомогательные системы в Мерседесе Достаточно навязчивы Датчики продолжают работать Даже во время движения Они показывают Находящиеся автомобили в мертвых зонах Приближение опасное Впереди стоящем автомобиле То есть, если бы разогнались Все это дублируется у вас На приборной панели И на зеркалах Вы буквально кожей начинаете Ощущать тесноту московских дорог Не знаю для кого как Но для меня это был дополнительный источник напряжения Здесь подрулевой Переключатель скоростей И, конечно, меня это первое время Сбивало с толку Когда нажимаю Включать вверх, вниз Я иногда это забывал Вот, и приходилось делать так Так, 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 так Где там? А, вот, задняя, давайте, я включу Зато под правой рукой Освободилось место для управления Системой мультимедиа И присутствуют классические емкости Для хранения всяких ненужных вещей После нескольких часов непрерывной езды Неожиданно раздался тревожный сигнал И на приборной панели появилась надпись Вы слишком долго находитесь за рулем Вам необходимо отдохнуть Так как я ничего не знал о данной функции Первой моей реакцией была Легкая степень паники Ага, сломался автомобиль Что делать? Пока, наконец, не разобрал, что там написано И не увидел чашечку кофе, нарисованную снизу Интересная фишка, да У GLE множество регулировок подвески Есть какие-то стандартные заложенные Можно регулировать вручную Это очень удобно Например, вот я использовал один раз При парковке, когда сзади был очень высокий бордюр Чтобы не цепануть защиту Но я на самом деле пользовался всего двумя регулировками Это комфорт и спорт На платных участках дороги Причем, когда я пользовался спортом Машина заметно сильно приседала вниз А руль становился, ну, ощутимо упругим Для дальнего пути здесь есть все Медиа-система Можно подключить свой айфон по блютуз Слушать музыку, которая у вас там есть Воспользоваться радио Есть навигация Я, правда, пользовался классической Яндекс.Навигацией Потому что я не очень люблю эти автомобильные Которые не показывают пробок И просто там ниточки такие нарисованы Но она работает нормально В общем, как и у всех других производителей А то, что касается расхода Производитель заявляет 6 с чем-то там литров Не выходило У меня выходило где-то 8 с небольшим Там 8,2, 8,4 Но это учитывая вот эти все эти разгоны торможения Особенно в Тверской области И плюс гонка по платной трассе Там, конечно, разгоняешься И, соответственно, уже как бы Уже не обращаешь внимания Сколько там чего жжешь Вообще, конечно, когда садишься в эту машину Ты, безусловно, испытываешь такой культурный шок Вау! Неужели на таких машинах можно ездить? То есть ты представляешь, что они где-то есть? И что их выпускают производители? Но ты чаще всего их видишь На гламурных обложках журналов И не видишь, так сказать, воочию Не сидишь ни А теперь вот есть появилась возможность Там какой-то придурок на BMW сзади в сигнале На может, Мерседес Так что пошел с задницу Вообще, конечно, машина Прямо отдавать неохота Честно скажу Первый раз, наверное, такой тест-драйв Когда Такое немножечко Такое ностальгическое чувство появляется Что уже привык Прикипел Блин, ну ведь надо отдавать кому-то Кто-то будет сидеть за этим же рулем Она же твоя Ты уже с ней свыкся Тебе уже привычны стали Все эти вспомогательные системы Ты уже без них обходиться не можешь Но Селяви Надо отдавать Редактор субтитров А.Семкин